На этом протезе я могу и подниматься, и опускаться, и с перекатом колено гнётся очень хорошо. Одним словом, я в восторге. У Антонины Демиденко высокая ампутация ноги и руки. Женщина вспоминает день, когда после российского обстрела пришла в себя в своей квартире, в которую попал российский снаряд. «Когда пришла в себя, видела свою руку левую, лежала она. Хотела подняться, но не поднялась. А потом я уже в сознании пришла в коридоре. Слышала такое, что нужно держать руку, потому что она висела на коже». После обстрела первыми на помощь женщине пришли соседи. В те минуты Антонина ещё не знала о судьбе сына. Горькую правду о его гибели ей сообщили через месяц. После ранения долгое время лечилась во Львове, затем прошла продолжительную реабилитацию. Привыкала к протезу. «Бассейн – это, наверное, было такое место, самое приятное для Антонины. Она не пропускала ни одного занятия. Это, наверное, было такое место, где она могла отвлечься. С такой ампутацией вообще очень тяжело плавать. Но это, наверное, одна из первых пациенток, у которой вообще не было проблем в обучении плаванию». В реабилитационном центре, несмотря на всё горе, которое пришлось пережить после нападения России, женщина начала жить заново. Один из новых навыков – научилась одной рукой печь сладости и готовить для других пациентов. «Ключевым занятием в жизни было заботиться о сыне, заботиться о своей семье. И, соответственно, то, чем она занималась, это была готовка. А как хобби она очень любила печь. И, потеряв руку, она даже не могла думать о том, что может когда-нибудь вернуться к занятиям, которые наполняли её жизнь смыслом. И в эрготерапии мы пытались строить занятия так, чтобы она заново возобновила то, что она любит. И у нас это успешно получилось». Сейчас Антонина планирует издать кулинарную книгу. Там соберёт более 40 простых рецептов по выпеканию разных десертов. «Я спробовала. Так ты». «Я попробовала. Получается печь. Это книга очень простых рецептов, таких, что можно одной рукой сделать. Это будут сугубо кондитерские изделия. Сдоба будут торты». Кроме того, пройдя реабилитацию, 58-летняя Антонина решилась принять участие в фотосессии. Она была посвящена Дню Матери, чтобы поддержать тех женщин, которые, как и она, потеряли своего ребёнка в результате войны России против Украины. «Показать, как говорят, что не надо падать духом. Жизнь продолжается. Надо идти вперёд. Что можно и с таким жить. Не очень шикарно, как говорится, но жить можно и мечтать. Никогда у нас никто не отнимет мечту». Женщина рассказала о своей основной цели, ради которой стремится вернуться к активному образу жизни. «У меня мотивация вернуться на восток и перезахоронить сына. Он там похоронен через дорогу у подъезда. Вот такая у меня мотивация подняться и вперёд». Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львовской области для телеканала «Фридом».